Санрайз В 2003 году он придумал новый метод торговли – автоматизированный магазин будущего с самыми низкими ценами. Увлеченно вкладывая все средства от бизнеса в его же развитие, он быстро превратил компанию в крупную торговую сеть, имевшую более 40 филиалов в разных городах. В созданном им гипермаркете вместо стеллажей были терминалы. Выбирая товар на компьютере, покупатели оплачивали его в автокассах. И получали на выдаче через 20 минут. Для этого склады были максимально автоматизированы. Апогеем технической мысли была автовыдача – сложная система хранения, которая сама выдавала покупателю заказ. Конечно, это стоило огромных денег, и для развития такого бизнеса требовались кредиты. Сергей имел уверенное положение в мире бизнеса и сотрудничал с самыми крупными банками и поставщиками. Он честно платил все налоги, считая, что этого достаточно, чтобы к нему никто не имел претензий. Но это оказалось не так. Не вдаваясь в подробности, могу утверждать, что была разыграна стандартная рейдерская схема. На Сергея завели уголовное дело, посадили в СИЗО, а после того, как украли со склада весь товар и активы компании, на него повесили все долги. Документы, подтверждающие его невиновность, имеются, но суд их не принял к рассмотрению, а свидетелей не услышал. В течение трех месяцев огромная сеть магазинов исчезла бесследно. Ту самую автовыдачу стоимостью больше миллиона долларов распилили на металлолом. Все это оказалось возможным, потому что следователь отказала в сохранении имущества. Следователь ГСУ Нелли Дмитриева личность известная. Входит в список Магнитского. В 2011 году была арестована за взятку в 3 миллиона долларов по делу о томографах. Дело моего мужа она не расследовала, она его создавала, допуская немыслимое количество нарушений. Прокуратура никак на это не реагировала. Только через один год и три месяца после ареста Верховный суд изменил ему меру пресечения, признав неправомерным решением Мосгорсуда, который после 20 лет истории его компании не увидел в нем предпринимателя. Оказавшись на свободе, мой муж даже не думал куда-то бежать и прятаться. Поняв уже реалии правоохранительной системы, он искал альтернативные варианты решения вопроса. Но суммы, называемые за помощь, поражали воображение. Таких денег у нас никогда не было. Поэтому 30 января этого года он собрал вещи и пошел на суд в надежде на справедливость. Но судья Таджуманян абсурдности дела не заметила. Она просто скопировала обвинительную часть приговора, за 20 минут приговорила его к 9 годам лишения свободы, а Евгения Корецкого к 4 годам. Самое удивительное в приговоре – решение судей о том, что после вступления приговора в силу все вещественные доказательства должны быть уничтожены. Это лишает нас даже вероятности обжалования несправедливого приговора. Обращаю ваше внимание на то, что еще в 2009 году, уже после заведения уголовного дела, Сергею предложили принять гражданство США, предоставив грин-карту за заслуги в бизнесе. Но он никуда не уехал, уверенный в своей невиновности. Ему не удалось преодолеть силы его противников и корысть представителей правосудия. А при чем же тут Евгений Корецкий? А ни при чем? Он вообще не имел отношения к финансам Санрайза, но получил 4 года лишения свободы просто за компанию с зядем. В итоге я осталась одна с двумя детьми. Никогда мой муж не воровал денег, не покупал недвижимость в других странах, предпочитая увлеченно настроить свою компанию. Именно поэтому мы остались без средств к существованию, в то время как наши мужчины оказались за решеткой за мошенничеством в особо крупных размерах. Моей младшей дочери всего 10 лет. Когда папа отсидит за то, чего не совершал, ей будет 19. Судья отказывает даже в свидании с отцом, утверждая, что до 14 лет не положено на свидание. Это абсолютно лишило ее контакта с отцом. Как же нам быть? Сергея обвиняют в расцвет 3 миллиардов рублей, в то время как мы еле сводим концы с концами. Как объяснить детям, почему следователь Дмитриева, арестованная за взятку в 3 миллиона долларов, вышла из тюрьмы уже через несколько месяцев по состоянию здоровья. И теперь ее дело переквалифицировано в попытку мошенничества, в то время как в тюрьме люди теряют здоровье и умирают невиновными. Как вообще воспитывать детей в условиях двойных стандартов? Какой патриотизм сохранится в их душах после пережитого стресса и разочарования в родине и ее системе ценностей? Моя младшая дочь переживает глубокую депрессию и ждет обещанного конца света, не веря более в справедливость, не желая учиться, отвечая мне лишь одним вопросом – а зачем? Так может, ваши министры здрава, образования и юстиции помогут мне советами в свете формирования нового мировоззрения спасти одного из миллиона детей, невинно осужденных предпринимателей? Эти дети, лишенные прав даже на свидание с родителями, не входят ни в одну льготную категорию граждан, не получают пособий и психологической помощи, но так нуждаются в поддержке государства, которое изолировало их родителей от испорченного общества. Их отцы и матери – молодые, умные, честные. Они могли бы быть элитой общества, развивать те самые инновационные технологии и способствовать искоренению коррупции. Ведь сидят только те, кто не смог или не захотел дать взятку правосудию. Наша компания, первоначально стоившая 75 миллионов долларов, была разграблена в то время, когда мой муж Сергей Боболев находился в СИЗО. В то время я еще считала захватчиков друзьями. И однажды при личной встрече Александр Файн, не последний человек в компании Альфа Групп, сказал мне, «Ваш муж гений, он сделал редкий для России бизнес, основанный на идее, но не смог его защитить». Скоро должен состояться конституционный суд в Мосгорсуде, который редко вносит изменения в приговор. Если бы мы могли рассчитывать на независимый суд, который действительно захотел бы разобраться в нюансах этого уголовного дела, мы бы гораздо увереннее смотрели в будущем. Во время инаугурации вы, Владимир Владимирович, обещали защищать свободу гражданина и человека. Так защитите теперь вы, беззащитных гениев России, от ненасытного правосудия. Помогите вернуть на свободу тех, кто еще в силах сделать наше общество цивилизованным для наших детей. Помогите вернуть детям улыбки. Вам и самому захочется улыбаться чаще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok